У нас сегодня с вами презентация компании Skyway Capital. Вы знаете, что у нас в последнее время произошло большое количество событий. Ну, в принципе, одно крупное, на котором было много различных встреч, презентаций и так далее. Ну, в принципе, суть сегодняшнего мероприятия такая, чтобы мы могли познакомить новых людей с информацией о проекте компании Skyway Capital. Соответственно, кратко познакомить могли людей с технологией, что она себя представляет, то есть чем мы сегодня работаем на международном рынке. Вот. И предложения компании Skyway Capital, которые становятся, скажем так, все более остро актуальны, потому что недалек тот день, когда эти предложения изменятся. И, скажем, я не хочу сказать, что они станут плохими, но немножко другими. Изменится уровень доходности и так далее. Вот. И, в принципе, схемы мы менять сильно не будем. Единственное, наверное, чем дальше по движению по нашему проекту, тем меньше мы, наверное, будем долго засиживаться на том, что было. Да, то есть то, что было тогда-то, то, что было, скажем так, в далекие 70-е, 80-е, там, в десятые годы нашего тысячелетия. Вот. И, наверное, немножко больше будем акцентировать внимание на том, что происходит сейчас. А происходит много интересного, потому что не успевает закончиться одно мероприятие, как на носу, скажем так, возникает следующее, следующее и так далее. Итак, коллеги, давайте поступим следующим образом. Я постараюсь кратко сейчас озвучить информацию, касаемо, что из себя представляет технология. Если есть новые люди, они увидят, что такое Trafter Skyway, да, что такое технология Transnet. Вот. Кратко посмотрим историю развития нашего проекта с далеких 70-х годов прошлого тысячелетия еще, да, прошлого столетия точнее, потому что тысячелетия это слишком много взято. То есть 1900-е годы, прошлый век, да. И потом перейдем уже непосредственно к пакетам, к тем предложениям, которые есть у компании Skyway Capital, и озвучим новости, которые у нас, скажем так, есть сегодня, то, что нас ждет в ближайшее время. Согласны со мной? Если да, просто поставьте цифру 5 в нашем чате и будем двигаться по информации. Постараюсь вас ненадолго задерживать, вот, стараться говорить сжато, компактно, без лишней воды и так далее. Итак, коллеги, ну, нельзя не начать данный материал, не представив генерального конструктора струнного транспорта, это же президент группы компании Skyway, Анатолий Дарычевницкого, который сегодня же и возглавляет наше предприятие, находящееся на территории Республики Беларусь, которое называется «Струнные технологии», в городе Минске, на проспекте Дзержинского находится, скажем так, большое высотное здание, три этажа из которых занимают наше конструкторское бюро, находящееся в городе Минске. Анатолий Дарычевницкий начал разрабатывать свою технологию в 70-х годах прошлого столетия, как я уже говорил, да, поэтому его называют российским, советским, белорусским ученым, изобретательным предпринимателем, то есть за время внедрения технологии разработки тех нау-хау, которые он придумывал, он занимался различными видами бизнеса, видами бизнеса и деньги, которые давал тот бизнес, вкладывал в свои научные разработки. Вот, приходилось, скажем так, жить в разных государствах, приходилось когда-то терпеть нужду, но, тем не менее, человек упорный, человек поставил себе цель реализовать детище, которое сам и придумал, и мы сегодня очень близки к тому, чтобы это дело как раз таки реализовать и выйти на международный транспортный рынок. Речь идет сразу, хочу сказать, о струнных технологиях. Если говорить о струнных технологиях, мы больше времени уделяем транспорту второго уровня, да, то есть именно транспортной системе, но струнные технологии – это довольно широкий спектр применения, начиная от строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений, зданий коттеджного типа, строительства взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов, строительства мостов, строительства струнных портов, которые могут вынесены быть от береговой линии в акваторию морей, озера, океанов, да. Ну и, конечно же, львиную долю этой информации, львиную долю, скажем так, когда мы говорим о струнных технологиях, мы говорим о транспорте. За время разработки своей технологии Анатолий Дарович Юницкий стал членом Российской Академии естественных наук. Он руководил двумя проектами организации обненных наций, которая выделяла денежные средства на реализацию данной технологии. Было получено в 80-е годы в прошлое столетие признание Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых государственных структур на территории СССР тогда признала всю перспективность разработки и использования в струнных технологиях и внедрения их на территории, в первую очередь, советского государства тогда, а дальше уже и по всему миру. У него 18 монографий, более 200 различных научных работ, со многими из которых вы можете познакомиться на сайте, которые выделены здесь в рамочке www.unitsky.com. И у него более 140 различных изобретений, которые, около нескольких десятков из них, сегодня реализованы на практике. Три высших образования. Инженер транспорта, патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений. Все эти знания, весь свой опыт Анатолий Эдуардович сегодня внедряет на практике в своей технологии под названием Skyway. Сейчас это называется Skyway, то есть небесные дороги. Раньше это был струнный транспорт. Итак, прежде чем кратко пробежаться по преимуществам данной технологии, давайте скажу следующее. То есть познакомимся с вами с двухминутным роликом, который представит технологию Transnet. Как мы любим говорить уже на протяжении почти двух лет, что Transnet это следующий шаг в развитии мировой паутины. То есть новая ступенька в мировой паутины. Только она впитает в себя все преимущества той мировой паутины, которой мы с вами сегодня пользуемся. Это вы знаете, да? Интернет, развитие цифровых технологий, интернет-технологии, информационных технологий. И только это будет паутина перемещения грузов в людей. То есть данная технология сможет, скажем так, довести транспорт до тех уголков Земли, до тех уголков стран, которые сегодня считаются либо труднодоступными, либо недоступными вообще. Соответственно, применение данных технологий решит очень много вопросов и разработку, скажем так, полезных ископаемых, вывозных, то есть больших. Огромное количество залежей минеральных ресурсов планеты лежит сегодня в местах, которые просто-напросто, к которым невозможно подступить. Данная транспортная система, данная технология позволит нам с вами это сделать. Мало того, она сблизит расстояние, то есть мы сможем быстро передвигаться по планете, больше путешествовать. Ну и, соответственно, грузы и многое другое смогут доставляться по территории Земли гораздо быстрее, чем мы имеем на сегодняшний день. Итак, две минуты ролика. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, я думаю, что те, кто впервые видит и слышит, что технологии, разработанные низким, Транснет, Skyway, получили первое представление, что из себя представляет данная транспортная система. И на данном слайде перечислены основные преимущества данной транспортной системы по отношению к тем транспортным системам, которые мы с вами, скажем так, привыкли, которые повседневно используются, ежедневно передвигаясь сами, перевозя грузы и так далее. Мы знаем с вами автомобильный транспорт, мы знаем с вами водный транспорт, самый, наверное, старый, который используется в человечестве. Это воздушный транспорт и железнодорожный транспорт. Так вот, преимущества, которые вы видите на данном слайде, перечислены низкой себестоимость строительства и оказания транспортной услуги, то есть в десятки раз меньше требуется ресурсов на возведение данной дороги, экономится большое количество строительных материалов, людских ресурсов, скажем так, меньше затрачиваются энергии, низкое энергопотребление при передвижении транспортных средств, минимальный землеотвод, то есть в сотни раз меньше необходим, чем для строительства обычной автомобильной дороги, полный уровень автоматизации, то есть стремиться, скажем так, данные транспортные средства сегодня стремятся сделать таким образом, что они будут полностью автоматически, то есть не будет никаким образом влиять человеческий фактор. Высший уровень безопасности по сравнению в тысячу раз безопаснее данная система будет, чем автомобильный транспорт, то есть транспорт будет поднят на землей, люди будут совершенно спокойно гулять, скажем так, по территории нашей планеты, имея в шаговой доступности высокоскоростной транспорт, потому что показатели скоростные все три сегмента транспортного рынка, в которых сегодня ведется разработка транспорта Skyway, это городской транспорт от 50 до 150 км в час, грузовой до 120 км в час, и уже мы говорим до 600 высокоскоростной Skyway, который между собой может связать крупные города и страны, и, например, до Питера, от Москвы до Казани, от Москвы до Минска можно будет добраться быстрее, чем за два часа. При этом стоимость проезда на данном виде транспорта будет в 5-10 раз дешевле, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Высокий скоростный показатель я вам уже сказал, восстановление живой плодородной площади, об этом все больше рассказывает Анатолий Дарвичевницкий. Мало того, экология тех мест, где будут построены дороги, не будет наноситься никакого вреда. То есть сами транспортные средства будут малошумны, то есть максимально комфортны для передвижения для людей, которые будут внутри них находиться. То есть ореолы обитания животных, диких, по сути дела, никак не будет нарушены. Соответственно, экономия времени в пути, экономия финансовых затрат на перевозку огромного количества грузов и очень важный показатель – это быстрый срок окупаемости данных дорог. В среднем от года до пяти в зависимости от сложности рельефа и протяженности трасс. Это то, что сегодня нам дает транспорт Skyway. История, ее условно можно разбить на четыре этапа. Мы сегодня находимся на четвертом этапе. И, скажем так, на четвертом этапе решили перейти на систему краудинвестинга, привлечения инвестиций с целью создания, сегодня это называется, центра демонстрации сертификации Skyway, где будут продемонстрированы все три вида транспорта. У группы компаний Skyway с 2014 по 2017 год есть четкий 15-этапный план, который в себя включает на каждом этапе определенное количество работ, которые необходимо выполнить для демонстрации сертификации транспорта. Соответственно, на эти работы необходимо определенное финансирование. И вот в 2013 году, после того, как Анатолий Дарда Чевницкий принял решение оценить свою интеллектуальную собственность, и она была оценена независимыми европейскими компаниями и агентствами в сумму, превышающую 400 миллиардов долларов США, была зарегистрирована компания в Великобритании, и было принято решение обратиться к тем, кому в первую очередь необходим. Высокоскоростной, безопасный, экологически чистый, комфортный, дешевый транспорт к нам с вами. Потому что за все предыдущие годы Анатолий Дарда Чевницкий часто сталкивался, скажем так, с косностью, с непониманием чиновников, людей мира бизнеса, людей мира науки, техники и транспорта в том числе. Хотя история была довольно, скажем так, интересная. С конца 70-х по середину 90-х годов был первый этап развития технологии, когда была подана первая заявка на изобретение, первая научно-практическая конференция 80-х годов в Гомеле прошла, и там уже упоминалось о струнном транспорте. Именно тогда был получен грант Советского фонда мира на развитие данной технологии, и, по сути дела, именно в это время было получено признание Федерации космонавтики СССР, и первую научную публикацию Юницкий, скажем так, выдал в целом ряде изданий, в первую очередь, Советского Союза. С 95-го по 2000-й научная школа в Петербурге, это, скажем так, работа в аэродинамической трубе, где было осуществлено большое количество продувок с целью придания наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу. Это первые продемонстрированы действующие физические модели в этот промежуток времени различного масштаба. Именно в это время специалисты организации обменных наций обратили внимание на данную технологию, и после их экспертного, скажем так, заключения оценки был выделен первый грант ООН на развитие данного транспорта. С 2001 по 2009 год, скажем так, был важный период времени, потому что об этой технологии узнал весь мир. Именно в это время Анатолий Юницкий смог продемонстрировать на своем тестовом участке, полигоне, как его называли, в подмосковном городе Озеры, он был небольшой, протяженный, скажем так, эстакады, которые вы видите здесь на рисунке, составляла, по-моему, если не ошибаюсь, 170 метров. ЗИЛ, который весил более 12 тонн, совершенно спокойно взбирался на эту эстакаду, причем в различных погодных условиях, было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик. Именно в это время, скажем так, был получен еще и второй грант организации Одинных наций. И, по сути дела, даже были заключены контракты государственные на строительство дорог по технологии, разработанной Юницким в целом ряде регионов Российской Федерации. Планировалось построить дорогу от Озер на Москвы. Вы можете найти фотографии, тоже нулевой километр дороги, струнной дороги в подмосковном городе Озеры. Что еще хотелось бы отметить, что действительно третий этап внес свою лепту. Как я сказал, был получен второй грант организации Одинных наций. Важно, что на многих телевизионных каналах, в средствах массовой информации, в печатных, появлялась информация о технологии струнного транспорта. Анатолий Дарвич Юницкий в это время принимал активное участие в целом ряде форумов. Он принимал участие в тематических передачах на телевизионных каналах, и он знакомил аудиторию, что из себя представляет транспорт будущего, как говорилось тогда в роликах. Важным еще моментом существования полигона говорит тот факт, что участок эстакады, метр данной путевой структуры, который весил меньше 100 кг, выдерживал транспортное средство, которое весит более 12 тонн. Это говорит о том, что прочная структура, которая сейчас для разных видов транспорта, минимум 10-кратный, максимум до 100-кратный запас прочности по отношению к тем нагрузкам, который будет нести путевая структура при передвижении транспортных средств. То есть это было, скажем так, на трех этапах развития. Как я вам сказал, мы сегодня находимся на четвертом. К сожалению, казалось бы, в тот момент, что были заключены государственные контракты, мало того, на Госсовете в Ульяновске технология была представлена президентом Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, казалось бы, бери и развивай, это транспорт в России. Но посткризисный год, главную проблему, которую озвучил Медведев, что как бы нет денег, найдете, пожалуйста, развивайте. Хотя было дано распоряжение Медрансу Российской Федерации изыскать около миллиарда рублей на развитие данной технологии. И вот буквально через неделю данного полигона, который, скажем так, мог продемонстрировать, что из себя представляет струнный транспорт, не стало. Важно, что Юницкий не опустил руки, как я вам сказал, продолжал вести переговоры с административным ресурсом разных государств, с людьми мира бизнеса, но, как правило, заходили в тупик все переговоры. И вот после оценки интеллектуальной собственности, то, что я уже сказал, рассказывая, что мы находимся на четвертом этапе, было принято решение обратиться к таким людям, как мы с вами. И первая инвестиция в проект пришла в январе 2014 года. И, по сути, на сегодняшний день все, что проделано, это сделано на деньги наших частных инвесторов, физических лиц. На данном слайде вы видите небольшой перечень, на сайте он гораздо больше, структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигонов в подмосковном городе Озеры. Это Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Сибирское отделение Российской Академии транспорта, Гостроя России, Министерство экономики транспорта, Петербургский госуниверситет путей сообщения, КРО Организацию обнененных наций, можно сказать. Было получено более 50 патентов на различные разработки, которые Юницкий применяет данные технологии, и порядка 40 различных международных дипломов, наград. 14-й год изнаменовался тем, что он был установочным, как я вам сказал, были сделаны первые инвестиции, появились первые, скажем так, армии инвесторов в разных городах, Российской Федерации, СНГ в первую очередь. И в мае месяце, первой, наверное, вехой важной, стало открытие научно-производственного предприятия в Белоруссии, если не ошибаюсь, это было, по-моему, 21 числа. Появились первые конструкторские кадры, первый инженерный персонал. Переломным стал 15-й год. В 2015 году, в прошлом году, определились с участком местности, на котором было запланировано создавать тестовый участок, полигон, потом он стал называться, Экотехнопарк, ему продолжает так называться. Сейчас это еще называется Центром демонстрации сертификации транспорта Skyway. Так вот, в начале года определились с этим участком. В феврале были первые сделаны эскизы о том, как это будет выглядеть. В феврале же начала свою деятельность компания Skyway Capital. То есть были привлечены первые инвесторы, которые зарегистрировались у нас на сайте сегодня. У нас несколько десятков тысяч инвесторов, более чем практически из 70 стран, было 78, я знаю, пару недель назад. Страны, из которых люди стали инвесторами. Далее, было проведено еще целый ряд различных переговоров. В первую очередь это была Южная Америка, потом это были переговоры на территории Объединенных Арабских Эмиратов, двух раундов, где намечены, скажем так, целый ряд совместных действий с арабской стороной. Но арабская сторона сейчас ждет результатов, которые мы продемонстрируем на территории Экотехнопарка в Республике Беларусь в конце этого года. Дальше, возможно, пойдет только активное движение и на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Далее, в июне месяце мы получили этот участок в пользование на долгосрочную аренду. В июле были проведены первые изыскательские работы на территории Экотехнопарка, и в августе практически началось активное строительство. В сентябре специалисты компании, группы компаний Skyway получили так называемый международный код, инфекционный код ценной бумаги. Это процедура, которую проходят все крупные компании, акции которых сегодня котируются на различных биржевых площадках. И в сентябре первый раз посетил территорию Экотехнопарка нашей конструкторской бюро и познакомился с Анатолием Даровичем Яицким Ротхук. Многие из вас наверняка его знают, видели уже, слышали его интервью. Ненадолго. Человек, я говорю про роду Хука, который сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию. Те из вас, кто, скажем, внимательно следит за нашим проектом, зная, что второй приезд рода Хука уже не только, скажем так, со специалистами своей компании, он привез с собой специалистов еще двух человек из компании, которые занимаются возведением, скажем так, строительством и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Они вместе приехали второй раз на территорию нашей конструкторской бюро, посмотрели, что было проделано за это время, как говорится, очень сильно одухотворились. И сегодня род Хук активно продвигает наш проект на территории австралийского континента. И те из вас, кто внимательно смотрел за выставкой на транс, которая проходила в Берлине, то есть он представлял нашу компанию все четыре дня на этой выставке на транс. Что еще можно сказать про 15-й год? В 15-м году была, скажем так, осуществлена процедура закладки нулевого километра дороги Skyway. Вы видите нулевой километр его изображения на территории Экотехнопарка в Минской области в Пуховичском районе, далеко от города Марина Горка. Была проведена конференция, на которой присутствовал несколько десятков наших инвесторов из целого ряда стран. Далее, в октябре, также осенью группа компаний Skyway, предприятия струнной технологии, вместе с Пуховичским райисполковым, принимала участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». И часть суммы, которая развивалась на два десятка проектов, была выделена и в нашу с вами сторону. То есть она тоже пошла на реализацию строительства Экотехнопарка. В принципе, все, чем мы занимаемся, компания Skyway Capital, это привлечением инвестиций с целью финансирования строительства Экотехнопарка, на котором фактически строительство идет сейчас чуть ли не круглосуточно. Что еще хотелось бы отметить по поводу 2015 года, то что в ноябре руководство группы компании Skyway приняло решение перейти на работу по привлечению инвестиций по рассрочке. То есть наши люди, которые становятся инвесторами, которые выкупают часть долей компании, становятся совладельцами данной технологии. Они имеют возможность за небольшую сумму ежемесячно, оплачивая на протяжении нескольких месяцев, на выходе получать большой пакет долей компании. Сразу хочу сказать, что предполагаемая цена к 2017 году, предполагаемая одной отдельной доли, мы предполагаем, это 1 доллар США. По мере реализации технологии, по мере, скажем так, выхода на строительство в различных уголках земного шара, потенциальных сегодня адресных проектов достаточно много, стоимость доли будет расти. Соответственно, вы сегодня можете приобрести на очень выгодных условиях, те, которые только начали в 2014 году, конечно же, у них условия были выгоднее. То есть фактически мы сегодня заканчиваем седьмой этап. При переходе с этапа на этап развития группы компании Skyway дисконт, левый уровень доходности, он снижается. Почему? Да потому что тогда было нечего показать, тогда была самая высокая степень риска по инвестированию в наш проект. Сегодня у нас есть, что потрогать, у нас есть, что увидеть своими глазами, у нас есть, что вам продемонстрировать. И очень высока оценка от того, что проделано, была на мероприятии на транс в Германии, которое, по сути дела, закончилось в конце прошлой недели. Итак, 2016 год. Он ознаменовался тем, что в начале этого года Анатолий Давыдович написал письмо Дмитрию Медведеву, где поблагодарил за то, что он обратил внимание в 2009 году на нашу технологию и сказал, что проблему с деньгами мы решили, приглашаем вас в конце года приехать и убедиться самому и посмотреть, что из себя представляет наш транспорт. Далее. Министерство транспорта Российской Федерации в феврале 11 числа на своем экспертном совете, вот вы видите протокол, заключение, да, экспертного совета заседания, признало технологию Веницкого инновационной. Это то, чего мы ждали долго. Потому что два года, с 2014 года по 2016 год, мы часто слышали, скажем так, от людей, которые нас окружают, от близких нам людей, от специалистов из мира транспорта, специалистов из мира, скажем так, финансов, инвестиций и так далее, что мы занимаемся непонятно чем, вот, привлекаем непонятно куда деньги и непонятно, что людям, скажем так, чем морочим голову. Да, но вы понимаете, что если бы действительно технология не была передовой инновационной, то в заключении экспертного совета Минтранса Российской Федерации она бы не упоминалась как таковая. Далее заседание рабочей группы экспертного совета 25 числа 25 марта признало данную технологию помимо того, что она инновационная, что она перспективная и, скажем так, может быть применена на территории Российской Федерации. Комитету по импортозамещающим, скажем так, технологиям дано распоряжение внимательно следить за развитием проекта и в дальнейшем, скажем так, совместно осуществлять совместную деятельность в плане реализации данной технологии на территории Российской Федерации. У нас в этом году еще в 16-м году прошла крупная конференция 23-24 апреля на территории Республики Беларусь, где было порядка 700 наших инвесторов более чем из 20 стран. На второй день, скажем так, конференция проходила в городе Минске и сейчас, вы знаете, у нас прошло мероприятие на Транс, которое показало, скажем так, уже действующие модели транспортных средств Юнибуса и Юнибайка всему миру, то есть специалистам из разных уголоков земного шара. Там были люди с Южной Америки, там были люди с Северной Америки, с Европы, с Азии, с Австралии, то есть, скажем так, повторно, помните, мы говорили, что когда существовало полигон в подмосковном городе Озера, технологию узнал весь мир, сегодня люди еще раз убедились в том, что транспорт, который предлагает реализовать Анатолий Дарвич Чирницкий, он и есть сегодня самый инновационный. Те специалисты нашей компании, которые были на этом мероприятии, сказали, что в принципе, да, большое количество железнодорожной техники, трамваев и так далее, но к инновациям внутри данных транспортных систем, которые были представлены, там относят, скажем так, более быстродействующий компьютер, там, скажем так, более классный, например, климат-контроль или что-то еще, а сам по себе транспорт, он как был, таким и остается. Именно инновационность наиболее ярко была отражена в технологии, которую мы представляли на выставке на Транс. Вот, было большое количество, скажем так, заинтересованных людей, опять же, я знаю, что с Африканского континента, с Юго-Восточной Азии были делегации, которые заинтересовались данной возможности транспорта Skyway и ждут сейчас предложения, то есть по реализации адресных проектов. Конечно же, большое внимание уделялось различных средствах массовой информации. Здесь вы на слайде видите то, что, скажем так, было отражено в них еще в конце весны летом. Сейчас практически те же издания РЖД-партнер чуть ли не каждый день выставки освещал на своих страницах, это интернет-издание российских железных дорог, и практически чуть ли не каждый день выходила информация о том, что Skyway заинтересовал тех, что там струны дотянулись до Берлина и так далее, и так далее, и так далее. Летом прошел, скажем, целая череда международных конференций. Одной из знаковых, наверное, была конференция в Словакии, где был заключен договор о взаимодействии со Словацким транспортным университетом. Цель, скажем, взаимодействия это создание адресных проектов на территории Словакии и Центральной Европы. Была конференция в Крыму, на которой присутствовал Кирилл Бадурин, он представил, скажем так, целый ряд инфраструктурных и транспортных решений для нужд Крыма. Это было выездное заседание Государственной Думы Российской Федерации, там присутствуют члены Совета Федерации. И, в принципе, переговоры по поводу реализации данной технологии, реализации технологии Skyway ведутся практически каждый день. И на носу у нас много интересного. То есть СМИ стран СНГ, СМИ Европы, СМИ Австралии, потому что буквально сегодня вышло новое, что снова, скажем так, в Австралии разговор шел о технологии Skyway. Многие радиостанции, телевизионные каналы, Родхук сделал несколько презентаций в целом ряде городов, где рассказывал о технологии. И высока вероятность, что в 2016 году начнется строительство на территории Австралии ни в одном месте. Дорог по технологии разработанной в Ницке. Наша же задача сегодня, это после выставки на Транс, продемонстрировать действующую модель городской структуры, что в планах было на 2016 год. Ведется параллельное строительство грузовой линии Skyway с подгрузочно-разгрузочным терминалом и также легкая трасса Skyway, где будут ездить юнибайки. То есть транспортное средство, которое, скажем так, приводится в движение сначала при помощи человеческих усилий, дальше там включается мотор-колесо и скорость данного транспортного средства может быть 100 километров и даже более. Что хотелось бы еще сказать? Наверное, я сейчас поделюсь экраном, да? Одним из важных мероприятий, которое у нас будет вот-вот на носу, это то, что у нас произойдет с 4 по 6 число. Есть ли сейчас в комнате те люди, которые не знают, что у нас будет проходить в октябре месяце? Если такие есть, поставьте, пожалуйста, минусы. так, итак, коллеги, я сейчас включаю трансляцию своего рабочего стола, да, вот, и включаю вот эту вот страничку. И у меня к вам просьба, такой вопрос. Видно ли было сейчас документ, коллеги? Просто поставьте плюс, я сейчас к нему вернусь. Видно, да? Итак, друзья, что это такое перед нами? Это приглашение от Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь на то, чтобы предприятие струнной технологии, письмо было направлено на Туре Дару Чуеницкому, да, приняло участие в Белорусской транспортной неделе, то есть с 4 по 6 октября пройдет специализированная выставка транспорт и логистика 2016. Будут компании, будут большие и крупные предприятия принимать участие из 9 стран мира, начиная с Австрии, Австрия, Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Франция, Швеция. И там будут представлены также все виды современных транспортных что необходимо, скажем так, для транспортных систем, для транспортных коммуникаций, для перевозки грузов и все, что, скажем так, связано с информационными обслуживающими системы транспорта и логистики. И вот на это мероприятие приглашены и Анатолий Даруевич Юницкий, предприятие «Струнная технология». Я не буду сейчас заострять внимание на том, что за последнюю неделю у нас огромное количество новостей было непосредственно с выставки на Транс. Но видите, это тоже, в принципе, знаковое событие. Страна, в которой мы сегодня создаем тестовый участок, как мы его называли, а сегодня это Центр демонстрации и сертификации, то есть повернулась к нам лицом. Вы знаете, что Виктор Бабурин летом представлял технологию Skyway на территории Танзании и делал это по приглашению Министерства иностранных дел Республики Беларусь. То есть важно, что, как говорит Анатолий Даруевич Юницкий, на нас обратили внимание, нам не мешают делать то, что мы делаем. Итак, мы говорили кратко про технологию. Подробно, что из себя представляют технологии, какие ее преимущества в сравнении, скажем так, с другими транспортными системами, отличительные особенности и прочее, на своих вебинарах рассматривает Александр Монков по понедельникам и по воскресеньям он проводит семейные встречи и тоже этому уделяет огромное количество внимания. Скажем так, технологические, экономические вебинары, которые по средам ведут Сергей Сибиряков и Алексея Суходуев. Они сейчас может быть меньше знакомы с какими-то тонкостями технологии, а больше говорят о том, что было, перспективы и так далее. Если вы хотите больше узнать на технологии, вы заходите на наши сайты, на сайт Юницкого, на сайт Skyway Capital, читайте, смотрите ролики, задавайте, скажем так, вопросы в службу технической поддержки нашей компании либо в отдел информационной поддержки. Мы же сейчас буквально несколько слов скажем о том, какую отличную инвестиционную возможность предлагает фактически каждому человеку компания Skyway Capital. И сразу же хочу сказать, данная инвестиция она в принципе напоминает себе ситуацию, которая была где-то в середине, в конце 70-х годов, именно в то время, когда появились первые персональные компьютеры, когда появились первые компании, которые стали писать программы для персональных компьютеров и так далее. То есть компания Apple, компания Microsoft, были такие люди известные, они известные сейчас, к сожалению, не все из них живы, как Стив Джобс, Майкл Дэл, Билл Гейтс, один из самых богатых людей мира. И тогда они пришли со своим предложением ко многим людям, крупным, скажем так, воротилам бизнеса и бизнеса, скажем, тех же вычислительных технологий, там крупные машины, вы знаете, были там, компания IBM и так далее. Сказали, друзья, давайте развивать вот это. Обратились к людям, проинвестируйте небольшую сумму, и вы станете богатым, потому что те программы, те устройства, которые мы в дальнейшем планируем реализовывать, внедрять в нашу жизнь, будут пользоваться успехом, миллионы людей во всем мире будут, скажем так, их покупать, покупать наши программы, использовать в повседневной жизни, и вы станете очень успешными и богатыми. Мало кто откликнулся, но нашлись. Сегодня эти люди миллиардеры, мультимиллионеры. Примерно то же самое сегодня предлагается фактически любому человеку, проживающему на территории земного шара. Вы сегодня можете стать совладельцем транспортной технологии, которая, скажем так, в перспективе охватит 30-50% всего мирового транспортного рынка. До сих пор сегодня на транспортном рынке денег крутится гораздо больше, чем на рынке IT-технологий. И в принципе транспорт сегодня пока еще более востребован, чем планшеты, айфоны, айпады и так далее. Нам нужно с вами передвигаться кому-то чаще, кому-то реже, но мы, скажем так, путешествуем с различными целями, ездим на работу, и много-много чего, скажем, в этой жизни зависит от транспорта. Перевозка грузов, перевозка продуктов питания и прочее, прочее, прочее. Применение данной технологии намного все это упростит, ускорит, сделает, скажем так, окружающий мир нам доступнее. Мы сможем увидеть те удаленные уголки, о которых даже не могли мечтать, потому что транспорт будет, как я сказал, быстрый, комфортный, доступный, экологически чистый, безопасный и так далее, и так далее. Так вот, компания Skyway Capital была создана в 2014 году, зарегистрирована в Великобритании, и, скажем так, деятельность свою, как я вам сказал, начала в феврале 2015 года. Является партнером группы компаний Skyway по привлечению инвестиций. Задача, мы работаем на то, что предоставляем информацию о развитии нашего проекта, привлекаем инвестиции и финансируем строительство Эко-технопарка, то есть, способствуем своей деятельностью выводу на мировой транспортный рынок новой инновационной транспортной технологии. Платформу, которую мы используем сегодня, мы, в принципе, не стали умничать, переняли ее у корневой компании, это краудинвестинг. Все деньги, которые мы сегодня привлекаем, цель – это строительство Эко-технопарка, это проведение сертификационных работ и демонстрационных работ, с целью дальнейшего уже, скажем так, заключения конкретных контрактов на строительство дорог и технологии Skyway в разных углоках земного шара. И, соответственно, те, кто сегодня инвестирует в наш проект, они становятся совладельцами технологий и на тот пакет долей, который они сегодня могут приобрести, вчера приобрели, сегодня могут приобрести, в процессе постепенно докупать себе какие-то части долей компании. На них вы сможете получать доход в принципе двух видов. Первый – это реализовать, продать, я не знаю, часть, либо все пакеты долей компании, которые у вас будут в момент выхода на мировой рынок финансов, на биржевые площадки. Либо, скажем так, реализовывать эти акции по мере того, как они будут расти в цене. Либо вообще вы не будете продавать эти пакеты и будете, скажем так, в кайф получать раз в год как будет решать собрание акционеров, дивиденды со всех адресных проектов, в которых компания будет участвовать в своей технологии. Вот таким вот образом. Сегодня наша задача привлечь максимальное количество инвесторов в нашу технологию, обеспечить максимальное финансирование строительства Экотехнопарка и условия эти выгодные очень и на базе микрофинансирования. Сегодня фактически любой человек, который проинвестирует сумму порядка тысячи рублей в нашу технологию, может стать совладельцем минимального пакета, в котором на выходе 540 штук долей компании. Как я говорю, к 2015-2017 году высока вероятность, что это будет 540 долларов США. Далее. Задача какая? Мы создаем благоприятные условия для каждого нашего инвестора, то есть он может комфортно, не выходя из дома, разобраться в информации, имея устройство для выхода в интернет и интернет стать совладельцем любой доли нашей компании. И при этом, конечно же, мы обеспечим максимальное информационное сопровождение и прозрачность всеми тому, что делаете вы и то, что можем делать мы. У нас есть несколько пакетов. И сейчас я хочу сказать следующее. Смотрите, казалось бы, эти пакеты, которые я сейчас буду озвучивать, они уже привычны. Но высока вероятность того, что данные пакеты просуществуют не так долго. Как я вам сказал, мы находимся в окончании седьмого этапа развития технологии, подходим к нему, у нас будет осуществлен переход на следующий этап развития, соответственно, будет снижен коэффициент доходности, либо уровень доходности, либо по-простому это называется дисконт. Сегодня в стандартном исполнении этот дисконт в себя включает пакет, который стоит 15 долларов, его уровень доходности это 36 раз. Максимальный пакет, который вы можете приобрести в стандартном исполнении, вот на этом проект-листе, это 150 тысяч долларов США и вы можете получить на выходе 52,5 миллиона долей компании Skyway Capital. Вы сами определяетесь, какую сумму вы готовы проинвестировать, мы всегда людям говорим, не надо тратить последних денег, не надо ни у кого занимать. Насколько бы вы сегодня не приобрели пакетов долей компании, это все равно будет хорошо. Вы поможете нам в любую сумму, которую мы будем потом использовать для строительства экотехнопарка. С другой стороны, у нас еще есть способ, который позволит вам увеличить портфель инвестиций в наш проект, при этом, скажем так, не тратя больших денежных средств, как мы сейчас буквально через пару-тройку минут с вами разберем. Итак, на что я хочу обратить внимание, то есть 15 долларов уровень доходности 36, дальше 100 долларов, например, уровень доходности 130 долларов 95. Ну вот я, наверное, обращу ваше внимание на пакет, который 1000 долларов стоит, его уровень доходности 180 раз, то есть инвестировав единоразово 180 долларов из стандартного профиста, вы получаете на выходе 180 тысяч долей компании Skyway Capital. Далее, у нас пока еще действует пакет под названием Минотранс. Пока не было отмашки, то что он не работает, был он запущен в июне месяце и подразумевал, что вы в течение четырех месяцев раз в месяц сможете себе позволить приобрести пакет стоимостью 1000 долларов, только уровень доходности в нем составлял не 180 раз, а первый пакет 235, следующий, если вы не позднее, чем через месяц, покупаете 270, следующий 290, и четвертый 300 тысяч акций, если вы, допустим, купили в июне, в июле, в августе, в сентябре. Эти пакеты можно выкупать было в промежуток времени гораздо меньше, если вы могли себе позволить, например, за 5 минут заплатить 4000 долларов, да, в 4 раза, соответственно, вы все эти вот акции, там, 1 миллион 100 с лишним тысяч акций компании Skyway Capital получали и экономите с их собладельцами. У нас есть пакеты для людей, которые, как мы говорим, проживают на территории стран с развитой экономикой, стран Западной Центральной Европы, вот они, нижний пакет от 5000 долларов до 50 тысяч долларов единоразовой оплаты. Вы еще получаете возможность приехать на территорию Экотехнопарка, высадить свое дерево эксклюзивной породы, вот, это прилагается к пакетам от 10 тысяч до 50 тысяч долларов. Далее, для тех людей, которые, как раз-таки, приняли участие в партнерской программе, у нас есть еще такая возможность взаимодействия с нашей компанией, да, есть возможность приобретать очень выгодные пакеты с выгодным дисконтом с бонусного счета. Что такое бонусный счет, я потом немножко поясню, да, но эти пакеты просто стоимость 250 долларов, уровень доходности 161, и пакет, который стоит 1800 долларов, да, вот всего, почему я говорю всего, потому что у меня уровень доходности 316. Вот, если мы вернемся в стандартный прайс-лист, да, вот, то мы здесь увидим, что пакет стоимостью 2000 долларов, у нас уровень доходности в стандартном прайс-листе 200, а вы берете за 1800 с уровнем доходности 300 с лишним, то есть у вас на выходе будет более 400 тысяч, 570 тысяч акций нашей компании. Это бонусный счет. Дальше, у нас есть возможность приобретения пакетов долей компании в рассрочку, и вы знаете, я уже это озвучил, это началось с конца ноября 2015 года, сегодня у нас есть стандартные пакеты, к которым мы привыкли, где вы можете инвестировать ежемесячно 25 долларов, ежемесячно 50 долларов, ежемесячно 100 и 200. Они называются старт сеньор стабильный бизнес. Вы видите то количество акций, которое вам начисляется, если вы на протяжении 10 месяцев выплачиваете положенные суммы, но если вы еще делаете двойной платеж, в течение, скажем так, 24 часов в сутки, сделали первый, потом, допустим, решили в сентябре сделать два платежа, то есть сумма вам позволяет, точнее, те деньги, которые у вас есть, позволяют сделать двойной платеж. Вам по окончании рассрочки дополнительно на премиальный счет будет начислено от 9 тысяч до 144 в зависимости от пакета, который вы оплачиваете. Рассрочка здесь идет от 8 до 10 месяцев. И пакеты, скажем так, с довольно крупными инвестициями ежемесячно от 500 до 5000 долларов с хорошим дисконтом на протяжении 10 месяцев. Те люди, которые успеют купить в конце седьмого этапа по этим ценам, они будут выплачивать и получать, скажем так, начисления именно по этим пакетам, которые вы сейчас видите на экране. Есть возможность приобретения долей компании на своих несовершеннолетних детей. То есть от 0 до 17 лет в итоге, когда вы закончите выплату на протяжении 9 месяцев, либо пакет малыш 65 долларов ежемесячно, либо 150 долларов на пакете студент, соответственно, вы получите вот это количество акций, указанное вверху. А если еще сделаете двойной платеж, соответственно, и будете своевременно все выплачивать, то акции будут оформлены в количестве 135 тысяч, а не 100, либо 337 вместо 242 тысяч. Это так называемые акционные пакеты, которые вы можете приобрести только за живые деньги. То есть рассрочка у нас с акционного счета не оплачивается. И как я вам говорил, у нас есть партнерская программа, которая позволяет вам сегодня создать свой бизнес, которая вам сегодня позволяет, принимая участие в информационной деятельности и фопуляризации нашего проекта, донесения информации до тех людей, которые вас окружают, о той замечательной возможности с точки зрения инвестиций, замечательной возможности с точки зрения участия в крупном инновационном проекте, за который потом можно будет гордиться, потому что применение данной технологии в итоге изменит очень сильно состояние нашей планеты в целом. Потому что мы повернем экологическую ситуацию, которая ухудшается с каждым годом с 5. Мы передадим, как любим говорить на наших презентациях, эту планету нашим детям и внукам. Во многих странах, где будут строиться дороги по технологии Skyway, скажем так, будет организовано огромное количество высококвалифицированных рабочих мест. То есть как технология интернета, которая вошла в нашу с вами жизнь и поменяла очень многое, что мы сегодня можем, не выходя из дома, обучаться вот таким образом, общаться друг с другом, заказывать себе любые товары и услуги посредством интернета домой. То есть раньше этого было трудно представить. Сегодня все это возможно. Банковская деятельность сегодня осуществляется практически вся посредством интернет-платежей, там так называемые транзакции, я думаю, уже никому это слово ухо не режет. Итак, партнерская программа, то есть если вы помогаете нам привлекать инвестиции, знакомите свое окружение с нашими возможностями, у вас есть реферальные ссылки, по которым регистрируются эти люди, и вы имеете возможностей получать начисления на так называемый бонусный и еще у нас есть подарочный акционный счет в виде денег. Деньги, которые у вас приходят на бонусный счет, вы в итоге можете выводить и использовать по своему назначению, которое вы считаете необходимым. Акционный счет, на который начисляется ровно половина тех денег, которые приходят на бонусный, вы можете использовать только для приобретения долей компании, но относитесь к этому как к подарку. Вам дарят эти деньги за то, что вы просто помогаете нам привлекать инвестиции. Даже если вы проинвестируете в наш проект всего на 15 долларов, помогаете строить себе, сами строите партнерскую структуру, зарабатываете при этом деньги, у вас образуется на акционном счете определенная сумма, которую вы можете реализовывать в дальнейшем на то, чтобы докупать себе доли компании из стандартного проекта, который я вам показывал, от 15 до 150 тысяч долларов. То есть ваш портфель инвестиций будет расти, и к моменту выхода на международный транспортный рынок и на рынок инвестиций у вас может накопиться несколько сотен тысяч акций далее нашей компании, либо несколько миллионов даже, если вы активный партнер. У партнерской программы большое количество преимуществ, завтра в 6 часов вечера мы будем разбирать, откуда какие проценты, за что у нас платят деньги, как они начисляются, до какого уровня вы что добиваете. Здесь я кратко скажу, что у нас есть так называемые 6 квалификационных уровней, односторонний рост. Вас никто не заставляет делать какие-то жесткие личные объемы и товарооборот со своей структурой. До 20% от привлекаемых инвестиций в первом поколении вы можете получать, и вплоть до глубины 24 уровня вам будут начисляться вознаграждения от товарооборота, который создает ваша партнерская команда, от 0,1 до 7%. Вас никто не ограничит в количестве людей, которых вы можете пригласить за собой. Если вы строите бизнес, планируете это сделать, у нас есть несколько инструментов, которые вы можете активно использовать для создания своей партнерской структуры. В разделе инструменты партнера у нас есть план вознаграждения, то есть слайды, его описание, вы можете себе скачать и сами делиться информацией с окружающими. Реферальные ссылки – это то, благодаря чему у вас вообще появляются первые партнеры. Вы их все равно посредством интернета, будь то в скайпе, будь то в других мессенджерах, в социальных сетях, посредством электронной почты. Вы можете эти реферальные ссылки распространять среди своих друзей и знакомых, либо для людей из мира интернета, они могут по ним переходить, регистрироваться, таким образом у вас начинает формироваться ваша партнерская команда. Для людей, которые умеют строить бизнес в интернете, так называемый инфобизнес, развивать, у кого есть свои интернет-страницы в виде сайтов, блогов, у нас есть баннеры. Там порядка 60 видов, то есть вы можете их установить разного размера, они могут быть вытянуты по горизонтали, по вертикали, квадратные. Разные рисунки, которые меняются внутри этого баннера, он может стоять у вас на интернет-странице, если она посещаема, будет привлекать внимание, какое-то количество людей обязательно по нему кликнут, перейдут на наши информационные ресурсы, будь то сайт, будь то лунинг инвесторов. И ознакомившись с информацией, эти люди могут зарегистрироваться. К баннерам прикреплена ваша реферальная ссылка. То же самое происходит с разделом новостей в разделе событий. Каждая из них прикреплена реферальная ссылка. Вы это можете размещать на своих интернет-страницах в социальных сетях. Люди в этих соцсетях могут знакомиться с информацией, переходить на наши информационные ресурсы, нажимать кнопку регистрации, становиться вашими партнерами. К таким же инструментам мы относим вебинары, которые у нас проходят несколько десятков в неделю, то есть на разных языках. Живые презентации, которые проходят в целом ряде регионов и стран. Каждый день практически. Различные обучающие мероприятия, мотивационные мероприятия, телемосты. И также промо-акции, которые у нас периодически случаются в компании Skyway Capital. То есть выгодные пакеты с выгодным дисконтом. Главное, чтобы внимательно следили за информацией и не упускали возможности, скажем так, выгодно еще, еще более выгоднее вложить в свои денежные средства. В разделе событий, расписание вебинаров, вы можете найти расписание вебинаров на каждую неделю, на каждый день, кликнуть в то время, в которое планируете быть, посмотреть, кто ведущий, скопировать там ссылку, если вам понадобится, гостевую, и потом зайти прослушать эту информацию. И также там есть офлайн мероприятие, это живые презентации, указан город, дата и телефон ведущего, к которому вы можете обратиться, либо дать телефон тем людям, которые проживают в регионе, где проводятся презентации. Они могут прийти, ознакомиться с информацией, в том регионе у вас может появиться свой партнер. Ну и важный момент, мы когда-то говорили, что у нас вот-вот скоро будет работать 24 часа в сутки службы технической поддержки, она уже работает у нас почти два года, активно помогает нашим партнерам разбираться в различных ситуациях, отвечать на вопросы. Было бы вам не лень к ним обращаться. У нас есть панельки, как на страницах сайта, так и на страницах личного кабинета, где вы можете кликнуть по выпадающей этой панели, ввести свои вопросы, получить ответ. Важный момент, у нас есть в личном кабинете кнопка «Позвонить сайта», есть телефон, по которому вы можете звонить и общаться с менеджерами отдела информационной поддержки. У нас здесь находятся квалифицированные специалисты, которые помогут вам разобраться в возникшей проблеме, помогут вам разобраться, что из себя представляет компания, технология, как вам лучше, скажем так, стать инвестором, какие платежные системы, например, вы можете использовать в своем регионе, где вы живете. И в плане того, что специалисты АИП у нас часто помогают людям осуществить первую проплату, оформить сертификаты и так далее. В целом, то, что я вам говорил, отличная возможность принять участие в инновационном, инвестиционном проекте, вложить сюда финансовые какие-то свои посильные средства, моральную, духовную, физическую энергию, то есть приложиться вместе с нами к развитию данного проекта, помочь нам его реализовать и в итоге потом где-то по-хорошему гордиться собой, то, что вы не пропустили эту возможность. Потому что я думаю, что в жизни многих людей, которые сейчас становятся инвесторами, здесь у нас много людей с мудрым, скажем так, возрастом, прошли мимо инвестиций, например, развития цветного телевидения, потом спутник их средств связи, тех же, скажем так, персональных компьютеров, интернета, никто вам не предложил в свое время вложить какие-то денежные средства и сегодня чувствовать себя успешно, беспроблемно, финансово обеспеченным человеком. Мы же вам предлагаем такую возможность вместе с нами двигаться к успеху и достигать того, чего хотите вы. Потому что, в принципе, у каждого из вас наверняка есть свои цели, а по сути все, что я вам говорил, это отличный инструмент реализации в вашей жизни того, чего вы, возможно, сильно хотите. Если вы действительно идейно прониклись, если вам нравятся технологии, тогда это очень здорово, потому что вы помогаете нам, и это может стать частью вашей жизни. Но все-таки цели, какие могут быть у вас, они ваши. И вот вы их можете реализовать. Потому что, опять же, не хотелось бы все привязывать к деньгам ни в коем случае, но тем не менее, многие вещи, которые мы хотим иметь в своей жизни, они стоят каких-то денег. И в данном вопросе вы можете себя очень здорово поддержать. Стать финансово независимым, в конце концов. Модное слово, но тем не менее, это так. Теперь вопросы. Какими активами располагает компания Skyway Capital? Ну, по поводу бонусов инвест-партнеров. Юрий, давайте я со второго начну. То есть бонусы вы можете получать. Начинается у нас от 15% с первого поколения, и дальше идет на первой квалификации 15, 4, 2, 1. Дальше у нас начинают эти 15, 5, 3, 2, 1. С третьего квалификационного уровня вы начинаете получать 15% с первого поколения, 7% со второго, 5% с третьего, 3% с четвертого, 2% с пятого и 1% с шестого. Вот об этом мы завтра просто будем подробнее разговаривать. По поводу активов, ну, активами является сама технология, активами, наверное, уже является то, что мы сегодня возвели на территории Республики Беларусь. Вы можете зайти в раздел новостей, посмотреть последние ролики, то есть что проделано группой компании Skyway, да, что построено. Вот у нас большое количество, скажем так, заказов размещено на целом ряде предприятий на создание различных узлов агрегатов, необходимых конструкций нам для того, чтобы все это продемонстрировать. То есть, ну, в этом активы, наверное, наши в этом. Мы не занимаемся приобретением других активов, да, то есть мы не привлекаем денежные средства для того, чтобы вложить эти деньги во что-то другое, там еще что-то накрутить, накопить, а потом создавать технологию. Эти деньги сразу идут в технологию. И задача сегодня наша первостепенная, действительно, как говорит Анатолий Дарычу Ницкий, вы можете посмотреть в последних его интервью, либо в предыдущих, что наша задача показать, что из себя представляет технология, да, и дальше уже нам не нужно будет эти деньги приумножать, скажем так, в каких-то других проектах для того, чтобы транспорт выпустить. Какие еще есть вопросы, напишите. Мы будем испытывать блаженство от вашей регистрации. Но я не знаю насчет блаженства, поймите правильно, вот блаженство у каждого свое, да, для кого-то блаженство, скажем так, залезть в горячую ванну, там, пеной напустить и кайфовать, для кого-то блаженство в море, например, 30-ти градусным плавать, там, я не знаю, где-нибудь на Кипре, в Болгарии, в Израиле, на Красном море и так далее, и так далее. Для кого-то блаженство, например, окунуться в холодную воду. То есть блаженство у каждого свое. По поводу конференции, там не конференция будет. В Белоруссии не будет конференции, в Белоруссии будет выставка. Поэтому онлайн вестись, я не знаю, будет ли кто-то снимать в перископ, но как бы всю выставку вы не увидите онлайн, это точно, да. Но я думаю, будут отзывы, например, люди, проживающие на территории Республики Беларусь, точно на одном из каналов увидят, скажем так, то, что открылась выставка, кстати, ее уже рекламируют, я видел, я вчера, только сегодня приехал в Белоруссию, рано утром, да. И, возможно, в этих новостях будет информация о том, какие компании принимают участие с Белоруссией и так далее, и наша компания в том числе. Про активы тут еще раз повторю, Юрий, я ответил. Система бонусов тоже. Итак, вы знаете, я не знаю, когда будет Хавратов платить какие-то дивиденды, я вам хочу сказать следующее. Дивиденды могут быть только с прибыли компании. Поэтому, когда мы получим первую прибыль, тогда будут дивиденды. Я не знаю, кто морочит голову людям о том, что вы через месяц уже начнете получать дивиденды, вы взрослые люди, вы понимаете, нельзя выплачивать дивиденды с того, как бы чего еще не реализовано. Вот вы можете произвести какую-то вещь, потом ее запустить, она у вас начнет покупаться, вы начнете получать прибыль, и с этой прибыли вы только сможете получать дивиденды. Вот и все. Другого пути нет. Если вы, скажем так, пришли в какой-то проект, он вам выплачивает какие-то дивиденды с того, что приносят другие люди, это пирамида. У нас такого не будет. У нас и вторичного рынка акций нет. До момента выхода на биржевые площадки, когда уже будет осуществлена котировка на различных финансовых рынках, когда рынок определит стоимость каждой отдельной доли, вот тогда можно будет их дарить, перепродавать, если вы захотите, и так далее, и так далее. Сейчас я не знаю, почему многие люди приходят и через два дня ждут дивидендов. Почитайте книжки по финансовой грамотности, и тогда вам будет понятно, что такое дивиденды, откуда они берутся. У нас иногда вебинары проводит, скажем так, человек, который является трейдером почти 20 лет, работает на разных рынках, начиная от валюты и заканчивая фондовым рынком. Переходите на его вебинары, он вам расскажет, что такое дивиденды. Какие еще вопросы есть, коллеги? Потому что если таковых нет, то, наверное, я буду заканчивать сегодняшний вебинар. Хочу вас поблагодарить, что были сегодня с нами, следите за новостями. У нас, кстати, на этой неделе будет презентации еще две, в режиме онлайн среда будет в это же время, и в четверг будет 18 часов. Таким вот образом, все, что будет свежее проходить на, скажем так, происходить с нашей технологией, мы все будем сообщать на наших презентациях. Ну, Евгений, видите, привел мои слова проще, говорит, да, вот как бы люди хотят, женились и хотят ребенка, да, чтобы он у них родился, и начинают, скажем так, ходить и тошнить перед врачами, почему уже три месяца прошло, а мы до сих пор не родили. Это касаемо дивидендов, скажем так, отложенных денег только сейчас. Если больше вопросов нет, спасибо вам за внимание. Отличный вам вечер, начало недели. Ну, и до новых встреч на наших вебинарах. Успехов вам в бизнесе в нашем, ну, и успехов нам в реализации нашей технологии. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok